Федерация самбо городского округа Люберцы подвела итоги 2021 года. В этот же день во дворце спорта «Триумф» состоялись новогодние соревнования. Более 300 юных самбистов поборолись на ковре за призовые места. Тему продолжит наш корреспондент. Прошлый год принес в копилку Люберец несколько значимых наград. Юрий Рогачев стал бронзовым призером на первенстве России, а чемпион СФО по самбо Иван Захаров вошел в состав сборной страны. По итогам хочу отметить, что Федерация самбо городского округа Люберца показала отличные результаты, как и по количеству занимающихся в округе. Динамика очень сильно растет. Люберецкие самбисты, ставшие в 2021 году победителями и призерами чемпионата Центрального федерального округа и первенства страны, были отмечены наградами. Михаилу Андрееву присвоено звание мастера спорта России. Самбо в целом очень хороший выбор для спортсмена. Оно позволяет тебя быть сильным, выносливым, добиваться своих целей, заставляет тебя лучше обращаться своим временем. Пока юные самбисты разминаются перед соревнованиями, болельщики заполняют зал, а организаторы раскладывают награды. Участников много. Финальные схватки состоялись уже под вечер. Сегодня у нас принимают участие юноши от 2009 года рождения и младше. Борьба будет происходить в разных разделах. Это и борьба самбо, ну и для малышей специальные соревновательные конкурсы, которые содержат элементы борьбы самбо. Никита Бугаков пришел в секцию самбо, чтобы научиться самообороне и защите. Этим видом спорта занимается три года. Сейчас ему 9 лет. В схватке Никита одержал победу. И на достигнутом останавливаться не намерен. Мечта быть чемпионом мира по самбо. Федерация самбо в округе создана осенью 2017 года. В Люберцах работают 10 отделений, в которых занимаются более 500 ребят. Многие из них сегодня продемонстрировали свои спортивные достижения.